Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Моё Кредо». И сегодня мы вместе с нашим соведущим Иваном Кристианином. Здравствуйте! Здравствуйте! Блогером, активным социальным. Да, вот раньше меня представляли как журналист, а вот в этой передаче как блогер. Блогер, как человек, у которого довольно-таки много подписчиков и друзей. Сегодня мы как раз и хотим взять тему разницы друзей реальных, друзей виртуальных, фолловеров, подписчиков и так далее. И сегодня в качестве вопроса, соцопроса, хотелось бы задать следующий. В чем разница между реальным и виртуальным другом? С реальным другом его можно обнять. Реального друга можно обнять, а с виртуальным можно как максимум минимум попереписываться, но и от этого толку мало. В общении. То есть, когда ты общаешься онлайн с другом, то ты не познаешь его полностью. С виртуальным другом ты обычно не видишься, не можешь увидеться, и, может быть, можешь ему больше рассказать, чем реальному. Реальное и виртуальное. То есть, если общаться с человеком, то это реально. Если нет, то только в ВК, это невозможно. С реальным другом можно всегда встретиться, как бы и поговорить в живую. Виртуальный друг, и я вообще не вернусь. У меня нет социальных друзей. Есть реальные друзья, мне сложно. Друзья в социальных сетях – это просто какие-то знакомые, скорее, люди просто. А понятия «друзей» там нет. Ну, в реальных. Как будто ты их видишь, ты с ними по таких ситуаций проходил. А нереально – это вот как раньше были друзья по переписке. Вы просто общаетесь, вы знаете, что вы никогда не встретитесь. То есть, в этом есть своя какая-то интрига, но я не уверена, что они являются настоящими. Все-таки, как больше игра. Ну, вот мы с вами услышали мнение людей. Вот какое ваше мнение? В чем разница между френдами реальными и виртуальными? Ну, вот смотрите, у меня в ВКонтакте 4700 с лишним друзей. А вы знаете, в лице всех. Да, вот самое главное, что я более чем уверен, я так чувствую, большую часть, мы в жизни-то и не общались. Но там, скажем так, определенный социальный статус требует, там, наличие социальных сетей ВКонтакте и так далее. Ну, я искусственно ничего не развивал просто со временем. Не накручивались? Нет, нет, нет. И, кстати, хоть и занимаюсь в этой сфере, но вот как-то эту технологию, кстати, не овладел абсолютно. Не вижу необходимости. Так вот, иногда бывает такое негодование, а выпить-то и не с кем, там, 4700 друзей, да? А кого из них позовешь? А позовешь своего старого школьного друга, наверное, да? Сослуживца, какого-то близкого человека, с которым... Вот у меня с одним другом мы в ВКонтакте есть оба, а мы даже с ним не добавили, что называется, друг друга в друзья, просто по той причине... Зачем? А мы как-то... Я, кстати, да, задавал им вопрос, а просто такое вот... Просто получилось такое упущение, что мы не добавили друг другу когда-то там в школе, и все, и... А между тем на наше общение это абсолютно не влияет, и ценность этого человека в моей жизни, она очевидна, а там так называемые друзья ВКонтакте, ну, прошу прощения у всех, конечно, да? У всех точно такое же отношение, скажем, да? Это некая записная книжка, она есть, ну, может быть, иногда... Ну, очень удобно, телефоны там есть, дни рождения выскакивают. Дни рождения выскакивают. Нет, просто такая удобная записная книжка, наверное. Хотя, с другой стороны, когда вот у вас 4700, да, у меня около 2000 друзей ВКонтакте, около 4000, если не ошибаюсь, на Фейсбуке, и когда ко мне приходит оповещение, что сегодня день рождения у такого списка людей, а я их не знаю толком, да, у меня тоже сейчас в последнее время возникает вопрос, как бы... Нет, ну, выискиваешь все-таки список тех, которых там кто-то так более-менее... Кого поздравить. Да, кого поздравить. Я думаю, что это удобный инструмент, но вот не все друзья, которые там написаны, это друзья там, ну, был период, скажем так, вот эти друзья, которые ко мне добавились, они начали какие-то гадские комментарии писать под личными фотографиями, и после этого я, собственно, прекратил публикацию вообще своей личной жизни, семьи, запретил это делать супруге, для того, чтобы, ну... Это сторона жизни, кто мои близкие, друзья, родственники, они знают и так прекрасно, да, а вот, скажем так, общей массе людей... Ну, зачем? Я чувствую в этом опасность. Я поэтому это сделал, потому что... Это информационная опасность? Не только информационная. По роду деятельности приходится выслушивать ряд, скажем так, ну, оскорблений-то ладно, там и угроз, и я просто боюсь за безопасность там детей, супруги, потому что, ну, например, там невозможно, например, с моей страницы попасть на страницу супруги, как это там ряд соцсетей позволяет это делать, я эту отключил функцию тоже с этой точки зрения, ну, потому что это просто может быть небезопасно, потому что... Ну, один раз мне машину исписали. Был такой, да, когда я... Я понял, откуда эти люди узнали. Делить все опытом. За что же, если не секрет? Ну, у меня есть крупный городской паблик, я один из администраторов этого паблика. У нас там принцип того, что это общегородская площадка, и мы публикуем новости, которые предлагают люди. И зачастую люди выкладывают новости, там, о каком-нибудь... Ну, не знаю, отравился в кафе, да, сделал там... Кто-то кого-то обидел, там, какой-нибудь таксист там что-нибудь сказал, это записали на видео, выложили. И мы считаем, что эта информация имеет право быть, и там вот так по щелчку там какого-то там дяди удалять, и эту информацию не очень правомерно. Словно говоря, мы, во всяком случае, ведем очень плотную беседу с автором этого сообщения. И когда появляется какая-то такая история, ну, сразу всплеск, скажем так... Негодования, да? Мягко говоря, негодования, а зачастую, как говорится, людей тяжело вывести в офлайн, да, из интернета. Но бывают такие, знаете, временные порталы, они, как правило, осенью и весной начинаются, когда люди там... Я думаю, вы, как священник, это чувствуете особо остро, да? Особо остро. Да, когда, скажем так, товарищи, которые нам совсем не товарищи, выплескиваются в реальную жизнь, и мы здесь получаем просто вопрос безопасности, элементарный. Все понятно. Вот, смотрите, вопрос такой. Социальные сети были изобретены в первую очередь для того, чтобы нивелировать границы общения. С теми людьми, которые живут далеко, чтобы, собственно говоря, видеть, как они живут. И это привело на современном этапе к серьезным психологическим проблемам одиночества, как бы парадоксально это ни было. При наличии тысяч друзей люди чувствуют себя одинокими. Вот как вы думаете? То есть надо, наверное, нашим зрителям сразу сказать, что мы не против социальных сетей, да? И удалять все из них, и вообще удаляться, уходить только в офлайн нельзя. Но в то же самое время какие, на ваш взгляд, должны быть границы? И должны ли они быть вообще границы поведения и пребывания в социальных сетях? Вот вы заговорили об одиночестве, а ведь одиночество – это не проблема социальных сетей, это проблема городского сообщества. Люди в городах, они действительно более одинокие, они более коммуникабельны в плане количественном, но качество этой коммуникации… Да, и я сейчас живу между двумя мирами, для понимания у меня есть, так сказать, интересы на земле, и есть опыт… Ну, я городской житель, я родился в городе, всю жизнь живу в городе, да? И я чувствую, что вот мы, например, ну, слава богу, так сложились обстоятельства, что моими соседями в городе мы очень близко общаемся, друг к другу ходим на праздники. Ну, вот в деревне, например, намного проще зайти к соседу на вечерний чай, в баню, то же самое, и общение совершенно качество, общение совсем другое, оно меньше, но вот это какое-то единое душ, знаете, с человеком-неродственником, с человеком-неродственником, ну, который по стечению жизненных обстоятельств оказался твоим соседом, да? Рядом, да? Да. Оно как-то… И, кстати, и уровень ненависти тоже такой же там, потому что я редко видел, чтобы городские жители друг с другом, соседи друг с другом, с кольями друг на друга бросались. А в деревне один раз мне приходилось видеть такие страсти. Ну, они тоже потом как-то вот переживаются. Да, люди переживают. Вот это аграрное общество, там, скажем так, оно вот те ценности, которые переходят сейчас в городское общество, мы считаем это ценностями уже, да? Тогда это было обыденности, вот этот уровень общения, когда люди просто могли сесть за чашкой чая, обсудить что-то. Это в городе, ну, действительно нивелируется. А соцсети – это просто немножко вершина айсберга этого, просто-напросто, как бы, ну, оно сделало вот это общение более технологичным, убрав отсюда какой-то вот этот, некий сердечный опыт, скажем так. – Хорошо. А вот вопрос еще следующий. У меня есть на примете подростки, скажем так, я их вижу в храме, вне храма, и для многих на самом деле является очень серьезным. То есть мы сейчас с вами говорим о том, у вас 4700, у меня 2000. Для нас это как бы, ну, есть и есть, да? Если будет у вас 2000, а у меня там будет 300 человек, да? Для вас это будет страшно? – Да, вообще абсолютно. – В принципе, нет. А вот для многих подростков количество лайков, количество подписчиков является концептуально важным, вплоть до, слава богу, не в нашем регионе, но до суицида. Вот скажите, пожалуйста, с чем это связано? – Ну, я завел в социальную сеть первую свою в жизни, это был 2007 год. – Поздно. – Да, да, с точки зрения, ну, поздно, ну, мне сколько тогда лет было-то, но попал я в этот мир социальных мрежей, как говорит отец Лука, да? Я попал именно тогда, в 2007 году. И, собственно, с того периода у меня вот это идет некое накопление, скажем так, этого социального капитала, хотя все, большинство моих сверстников, одноклассников, там, те же самые, они имеют там 200-300 друзей, им этого количества достаточно, а они и все. А так как я занимаюсь там общественной какой-то деятельностью, у меня люди накапливаются, 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 сообщения там добавляются, кто-то там какие-то статьи прочитал, добавился, там, составил комментарии. – А вы всех принимаете в друзья? – Был такой период, когда, да, для меня, кстати, тогда было важно, вот тогда, в 2007 году, мне… – Что больше было, да? – Да, что это какой-то вот социальный статус. – Успешности. – Да, наверное, Рубикон определенный произошел, когда появилась семья, своя семья, мне это уже, ну, ценности, действительно, когда появляется семья, ценности действительно очень, ну, очень сильно меняются у человека, направление мысли меняется, и вот, наверное, с того момента то количество там друзей, которых, конечно, добавлял, наверное, вот с этого момента я их пристал оставлять там у славных подписчиков, там, да, ну, то есть, человека лично не знаю, мы с ним не общались, ну, собственно, о чем мне там делать будет? – Как говорилось в одном сериале, да, Шелдон, у тебя две тысячи друзей, он говорит, вот именно что, это идеально, потому что я никого из них не знаю, да? – Да. – Так вот, знаете, возвращаясь к этим несчастным, ну, в какой-то мере несчастным, в какой-то мере закомплексованным подросткам, у которых нет возможности как-то увеличить количество просмотров, лайков, там, красивых фотографий, которых действительно сейчас много, но в этом-то и проблема, в том, что вот сейчас обращаюсь ко всем тем подросткам, которые, не дай бог, переживают из-за того, что там количество лайков или подписок мало, дорогие друзья, запомните, не вы плохие. Сейчас переизбыток хороших фотографий, переизбыток контента, который мы, мы просто не успеваем поглощать. Это не вы плохие, это всего остального просто слишком много. И, кстати говоря, говоря о дружбе в социальных сетях, ведь очень часто и это предмет определенных сюжетов и для фильмов, и для мультфильмов, когда люди, там, любовь в социальных сетях, потом они встречаются в реальной жизни, собственно говоря, и говорить не о чем. Вот, а в чем же тогда, как же так получилось, когда инструмент, который должен был сближать людей, в итоге людей не может подружить. Все-таки, объективно говоря, соцсети действительно стали тем самым инструментом, который объединяет людей. Но сразу появилась высока ценность людей, которые готовы производить некий контент. Люди, которые черпают какие-то идеи, возможно, их перерабатывают и выдают. Вот потребность в этих людях, она сразу же стала ясна и очевидна. Например, когда при городском сообществе был там боевой листок где-то, может быть, пару площадей, на которых люди собирались, общались, вот это общение шло, все знали там тетю Мотю какую-нибудь, знаменитую из Одессы, да, и она там что-то рассказывала. Сейчас это просто перешло вот в интернет оборудованную, среду, да. Ну, человек, который, условно говоря, например, не может выступить на площади, а, кстати, такой очень часто является, что, например, интересный блогер, в Рязани-то я, ну, как бы, многих таких популярных блогеров-то я знаю лично, вот изумительный блог, изумительный слог в интернете, изумительное общение в интернете, только вот какая-то публика на улице, только какое-то, ну, такое общественное мероприятие, и сразу какой-то вот ракушка какая-то появляется, такой человек прячется очень сильно. — С чем связано это? С ответственностью? — Наверное, да, с уровнем ответственности, и вот я вот о чем говорил, да, вот это общение сердечное, вот наше личное общение, оно приобретает, ну, оно необъяснимо просто техническим обменом слов, звуков, да, созвучий, что-то у нас... Да, что-то, что-то очень важное происходит магическое в реальном общении, и у человека другое ощущение. — Скажите, вот, не знаю, согласитесь со мной или нет, друг как друг, вот как живой и настоящий, которого можно потрогать, во-первых, много не бывает. — Да. — Много их по жизни... — С возрастом еще меньше. — Да, а чем вот, когда школа, институт, а потом все меньше, 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 отсеиваются, отсеиваются, и вот тут такой вот вопрос, знаете, в чем возникает? Ну, вот, собственно говоря, сейчас многие из нас, приобретая гаджеты, регистрируясь в соцсетях, мы довольно-таки много времени тратим на, ну, скажем так, на тот самый контент пресловутый, да, о нашей жизни, о нашей деятельности, то, чем мы хотели бы поделиться. Вот, скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот та дружба, глаза в глаза, да, она... Сколько на нее тратить надо времени? — Ну, есть такая теория, что чтобы стать профессионалом в каком-то деле, надо на него потратить 10 тысяч часов, да. Я думаю, что надо провести 10 тысяч часов... — Друг с другом, да? — Друг с каким-то человеком, чтобы понять, что он друг тебе или не друг, и как-то вот это... Ну, жизненные обстоятельства они по-разному уже распоролагают людей, да, но друг в интернете, ну, все понимают ценность этого, скажем так, друга, который может встретить совсем и не друг, и совсем быть не под той фотографией. — Да, да, да. В одном фильме, да, недавно вышедшем было, что, может быть, тот брутальный мужчина, вполне себе какая-нибудь там, девушка... — Безусловно. — ...застенчивого вида в совсем другом городе живет. — Не, но вы знаете, что еще социальные сети сделали? — Социологи говорят, что соцсети абсорбировали в обществе определенный уровень агрессии. Стало меньше драк. Это поспособствовали вот эти игры, жестокие, как мы их называем, да, я скажу сейчас немножко... — Агрессивные. — Да, противомерную с точки зрения. Обычно считается, что они, наоборот, разжигают, но вот социологи говорят о том, что все-таки, наоборот, произошла абсорбация вот этой уличной агрессии и аналогичные сделали соцсети. То есть они немножко вот этот человеческий негатив, оно как-то снивелирует и вылило туда, в там условные комментарии, да, где, может быть, в табло-то и не получишь, да, но написать какую-нибудь... — А бан? А как же забанить человека? Вы же в бан отправляете? — Отправляю, откровенно, и я не стесняюсь этого абсолютно, когда человек начинает там гадить про мою там семью, да, но я, правда, делаю небольшое различие между баном на общественной площадке, да, и между баном на личной страничке. То есть на личной страничке я баню без зазрения совести, а вот на общественной площадке, ну, где я являюсь одним из администраторов, скажем так, я все-таки пытаюсь анализировать, меня ли лично этот человек оскорбил, или же он оскорбил, ну, делает антисоциальные действия, скажем так, когда человек меня лично где-то в комментариях задел, ну, смиряюсь как-то, пытаюсь, пытаюсь стерпеть, хотя довольно сложно. — У меня несколько другая ситуация, часто пишут люди, которые пытаются оскорбить. — А у вас как священника вообще отдельная история, я так понимаю, весна-усень у вас вообще особенно это переводит. — Весной еще пост, там еще... — Да, да, да. — Ну, вы знаете, на самом деле не особо зависит от времени года, если появляется хейтер, да, он появляется везде и всюду, ищет тебя везде, начинает писать что-то. Но чаще всего даже, знаете, с какой-то, ну, не то чтобы обидой, а с сожалением могу констатировать, что в основном пишут два типа людей. Либо это 15-летние подростки, которые, начитавшись пабликов, начинают писать, эй, поп, бога нет. Причем о доказательствах бытия Божия они ничего не знают. И, а там, к примеру, там в моральном внутреннем законе тоже ничего, да. Поэтому просто так посмотришь на них и даже в бане отправляются. Ну, день попишет. Ну, второй попишет. Ну, дальше-то что? Ему становится скучно. Ну, вот, значит, первое — это вот эти подростки, а второе — это представители иных конфессий и религий, которые очень яростно пытаются, ну, кстати, справедливости ради, более, ну, умно что ли поступают. Вот они начинают задавать вопрос. Вот объясните, я представитель другой религии, как так, например, бог один — это троица. А это вот, кстати, к вопросу о острой потребности в обществе к публичным диспутам на религию с детьми. Да, да. Ну, на самом деле, когда начинаешь подводить, собственно говоря, какие-то постулаты, стандартно, базовые, вот тут вскрывается желание человека потроллить. И вот тут у меня возникает вопрос к вам, как к такому активному человеку в соцсетях, в взаимоотношениях с друзьями и подписчиками. Вот понятие троллинга. Вот сейчас хлебом не корми. Народ, дай кого-нибудь потроллить. Ну, нет, есть большая разница. Есть вот явно деструктивные личности, да, которые делают это целенаправленно, ну, просто, ну, специально, то есть не просто механически, а специально, которые пытаются вытащить на эмоцию и сами кормятся этой эмоцией. При этом зачастую, ну, это наверняка какое-то отклонение. Это ненормально для человеческой, для человека это ненормально, я так скажу. Есть другая категория, там, подростки, да. Ну, у них разные такие состояния бывают. Они, вы знаете, они просто переносят свою манеру общения вот друг с другом, они переносят в интернет или из интернета переносят на реальную жизнь. Ну, такая, ну, я, когда рос, у нас был определенный такой, знаете, такой нигилизм такой, вот отношение такое хи-хи-ха-ха, вот это, потрунить над кем-то. Это возрастное, но потом со временем проходит и либо приобретает другие формы, там есть люди, там, да, более изощренные, скажем так, да, либо, ну, просто-напросто, ну, человек уже взрослеет, он становится более зрелым. Так вот, исследователи говорят о том, что современный троллинг, вот современное понятие троллинга, травли такой, да, в интернет-среде, оно уже не обусловлено юношеским максимализмом. Ну, я вот скажу, из всех четырех тысяч, там, с половиной вот этих условных френдов в ВКонтакте, вот этим самым троллингом, ну, классическим заняться только один. Вот в моем, вот по отношению ко мне, например, да, один человек, который скрывается под непонятным аккаунтом, там, да, то есть, ну, он не только по отношению ко мне, я тут не должен на себя одевать корону хейтеров, там, да, ну, вот, как бы он занимается этим там методично, ну, я пытаюсь, как бы, узнать, кто это такой, но пока, как бы, практической непользы есть, не, кстати, есть практическая непольза от его деятельности, он жалуется на группу, делает там всякие патрусти. Ну, да, да, и поэтому, как бы, ну, вот есть, он один такой, понимаете, то есть, это настолько там, а остальные люди, ну, бывает, в комментариях зацепятся друг с другом, поспорят, ну, это же так, в интернет еще позволяет, так сказать, когда вот лично общаешься там, да, совершенно другой градус общения, да, а когда там, ну, ну, да, ну, я не считаю это троллингом. Нет, это не троллинг, троллинг все-таки, он больше агрессивен и нацелен не на цель разговора, а на личность разговорщика. Да, да. На самом деле, очень многие люди, социологи говорят о том, что и эта проблема для молодежи, когда человек выкладывает, ну, то есть, мы говорим о чем? 21 век, век самореализации, век общедоступной информации обо всех предметах, которые тебе интересны. Хочешь ты научиться вязать, там, не надо к бабушке идти, открыл там видеоуроки, научился книги переплетать, не вопрос. И вот тут вопрос в следующем, когда ты что-то сделал, и ты выкладываешь эту социальную сеть для своих же друзей, чтобы им сказать, ребята, а я сделал вот, вот это, и тебя начинает поливать грязью, что да ты, да куда, да как. В моем опыте у меня такой был случай, когда в свое время мы с друзьями, священниками, дабы занять руки, начали чинить машинки, свои же, собственно, не чужие, не джипы совсем даже, даже не джипы и не новые совсем машины, мы начали их чинить, и начали выкладывать какие-то труды свои. Вот, сделано. Моментально профессионалы накинулись, что это такое там. Но есть такая история, вы знаете, я, ну, стройку, мы с отцом дом строим сами там, да. И вот абсолютно каждого, вот я не знаю, если вот любого там, какие доски на пол класть, какие делать стены из какого материала, как делать кровлю, вот абсолютно каждому этому этапу, ну, я так стараюсь изучить, да, ну, диаметрально противоположные стороны, они друг с другом воюют, но это борьба идей. Холивар, как вы считаете? Да, холивар, да, скажем так. И если ты, скажем так, ну, вот есть там сейчас, я сейчас интересуюсь там историей кладки печей, там есть там какие-то там школы Кузнецова, есть школы Бутакова, они там друг друга ненавидят. Мне кажется, у обоих сторон печень нормально работает, люди там получают удовольствие от этого тепла, да. Но холивары просто невероятные. Нам надо, наверное, нашим зрителям рассказать, что такое холивар, это интернет-термин, дословно обозначающий священную войну. Ну, грубо говоря, если вот более так объяснять доступно, это вот кто лучше, Спартак или ЦСКА? Да, да. В принципе, футбол один и тот же, да, и просто разная, есть разница, конечно же, но такого понятия, как лучше, вот в таком понятии, как холивар, его просто не бывает. Поэтому мы называем священная война, называется этот термин. И вот продолжая тему холиваров, да, вот очень часто это, к сожалению, становится проблемой для подростков. Вот тут надо внутренне иметь механизмы, так сказать, не борьбы, ну, скажем быть, ну не быть таким, как это называется, термин-то в медицине, таким толерантным, нет, толерантным к этому. Ну, с возрастом, конечно, ты обрастаешь определенной кожей, да, там уже дубелым становишься. Мужик там в 40 лет и парень в 15 лет, это две разные нервные системы абсолютно, да. Ну, надо как-то вот понимать о том, что жизнь намного интереснее, многограннее, чем две какие-то там точки зрения. Поэтому, дорогие наши зрители подросткового возраста, не обращайте внимания на то, что вам пишут в комментариях. Комментарии – это вообще отдельная статья, и ваши френды, подписчики, это, конечно, все интересно и здорово, и, конечно же, в нашей жизни это присутствует. Ну, вот, поверьте, нам, у которых в общей сложности тысяч десять, наверное, соберется. Да, конечно, не миллионы, но в то же самое время нам гораздо приятнее вот сесть и посмотреть друг другу в глаза, нежели чем переживать из-за того, что 30 человек у меня в Инстаграме там за последнюю неделю отписалось от меня. Дело как раз в том, что уже резюмируя вопрос френдов, подписчиков, нужно поставить четкую грань, нужно четко понимать, что есть интернет – я, и есть я – реальный. Конечно, в идеале должно совпадать. Целостность. Да, человек должен быть целостным. Я не верю в магическую систему аватаров, чтобы меня кто-то защитил, да и большой брат и так все видит. С другой стороны, то, что люди пишут в интернете, обуславливается, во-первых, безнаказанностью, во-вторых, безответственностью. Поэтому принимать во внимание то, что кто-то там что-то, один человек из четырех с половиной тысяч что-то написал, из-за этого переживать совсем не стоит. И есть такое золотое правило, которым хочется поделиться. Очень, на мой взгляд, веское и важное, и подтверждено опытом многих-многих людей. Правило звучит следующим образом. На реальных друзей вы должны тратить времени больше, чем на виртуальных. Часто совпадает одно с другим. Но вот, например, проблема, знаете, даже в чем? Потому что недавно летом у всех отпуск, и мы, я возвращаюсь на одно из мест своего служения, и туда же приходят в это же время еще два сотрудника, которые были в отпусках. Все мы втроем были в отпусках. Раньше что бы? Сели, поговорили, а там как, а там кормят. Вот фотографии, да. Сейчас мы смотрим друг на друга, и все мы видели уже. Все уже посмотрели, да? Потому что человек на отдыхе сразу выкладывает фотографию. Вот мои ноги на фоне моря. Вот тут так кормят. И мы сидим друг на друга, парадокс, 21 век, из отпуска люди вернулись. А поговорить-то не о чем. Вот поэтому начинайте богословские темы поднимать, споры богословские. Мы профессионально в тот раз подняли. Да, но тем не менее, да, вот эта социальная сфера, сфера дружбы, она все же, на мой взгляд, несколько преувеличена. Несколько преувеличена, потому что те же самые подписчики, фолловеры, да, там кто как называет их, порой совсем тебе не друзья, как вы говорили. Ну, потому что там друг, который может оказаться вдруг. Вдруг совсем, да. И никак вообще. И никак, и нигде, да. Резюмируя сегодняшнюю нашу передачу, хочется обратиться к нашим подписчикам, к нашим друзьям. Дорогие, во-первых, запомните, что есть золотое правило, о котором забывать никогда нельзя. Нужно на реальных друзей тратить времени больше, чем на виртуальных. Во-вторых, всегда помните о том, что жизнь, она не заканчивается только лишь интернетом. Конечно, есть правило, не запостил, значит, не было. И мы им всячески пользуемся, но всему должны быть пределы, всему должны быть границы. И помните о счастье, которое на самом деле ни в какие рамки границы интернета и друзей, оно не вмещается. Поэтому живите ярко, будьте человечными настолько, насколько это возможно. Ну, а те подписчики, фолловеры, хейтеры, пусть остаются на своих местах. Их не так уж и много по-настоящему. Они не представляют реальной силы, потому что я бы больше опасался какого-нибудь, не знаю, здоровяка за углом. Или в лифте. Или в лифте, да. Мне кажется, вот эти ребята поопаснее, чем какой-то товарищ, который пишет в интернете. Или наоборот, когда никто тебе не пишет в интернете. Это мелочи, потому что есть всегда друг, который поддержит, который сходит с тобой в кино, сходит с тобой в храм. И тем самым жизнь, градус вот этой жизни, он будет гораздо выше, чем в какой-либо из социальных сетей. Спасибо вам большое и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok